Доброе утро! Начинаем новый день с телеканалом Катунь24. Меня зовут Егор Матаев. В эфире выпуск новостей. Больше 26 тысяч ветеранов боевых действий живут в Алтайском крае. В какой помощи нуждаются они и семьи погибших защитников Отечества, обсудили в Краевой общественной палате. Круглый стол собрал представители органов власти, профильных ведомств и фондов. На заседании озвучили десятки предложений. Так, например, сейчас есть различные льготы и квоты для ветеранов спецоперации. Региональное отделение общественной организации военных инвалидов предложило распространить их на всех ветеранов боевых действий. Мы хотели бы заострить некоторые вопросы именно в социальной помощи инвалидам боевых действий, членов семей ветеранов боевых действий. И я не побоюсь этого слова поделиться опытом работы именно с этой категорией ветеранов боевых действий. Обсудили, кому положен статус ветерана боевых действий и социальные гарантии. Например, квоты на зачтение детей ветеранов в ВУЗы без конкурса. Бойцы должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне и поддержку общества отметили на заседании. Но сейчас статус ветерана боевых действий положен только мобилизованным военнослужащим и контрактникам. Это касается и вагнеров, это касается и добровольцев, потому что вот эта категория граждан у нас на данный момент выпадает. Это независимо от того, что уже нормативки очень много вышло, документов, и президент уже много раз сказал, что это все люди одинаковые. И к другим темам. Школьница из Рубцовска победила во всероссийском конкурсе «Большая перемена». В нем участвовали больше трех миллионов человек из всех регионов страны. В финале за первое место боролись полторы тысячи старшеклассников. Одиннадцатиклассница из Рубцовска Виктория Клочкова выиграла миллион рублей. На эти деньги она хочет открыть свою студию режиссуры и продюсирования. И продолжаем выпуск. Пушлинский, Онегин в барбершопе, а Гоголевский, Паночка и Ви катаются на гироскутерах в юбилейном парке. Известных персонажей русской классики поместили в современные реалии. Их образы представили профессионалы и актеры-любители фотопроекте постклассика. Родион Раскольников из «Преступление и наказание», Остап Бендер из «Двенадцати стульев», профессор Преображенский из «Собачьего сердца среди нас». На то они и герои классической литературы. Ладно, ладно, они на снимках проекта постклассика. Создавали образы известных персонажей актеры, гримеры и фотографы. Известных персонажей русской классики в современные реалии. Пушкинский, Онегин вместо цирюльни посетил барбершоп, а Гоголевские, Паночка и Ви катались на гироскутерах и ели мороженое. Где бы вы думали? В Барнаульском парке юбилейный. Есть и социальные мотивы. История Родиона Раскольникова дополнена актуальной проблемой – информационный шум. У молодого человека и так не очень устойчивая психика, а его еще поместили в комнату, где героя одолевает поток информации из радиоприемника, телевизора и соцсетей. Расправился бы быстрее со старухой-проценщицей Родион в таких условиях, или бы вовсе до нее не дошел. Современная история умалчивает. Примерял на себя образ Петр Кобзев, актер театра «Кукол сказка». Материал очень сильный, очень интересный материал. И я начал перечитывать, переслушивать какие-то моменты преступления, наказания. Но меня это заинтересовало. Сложность была только в одном – представить Родиона Раскольникова именно в каких-то новых технологиях, в новых каких-то наших реалиях. В этом был мой такой ступор немного. Но как-то потом подрасслабилась, одумалась, и вообще получил только большое удовольствие от всего этого проекта. Фотопроект «Постклассика» входит в комплекс мероприятий для поддержки и развития любительского театрального творчества, который организовывает Краевой дворец молодежи и Управление молодежной политики края. Совсем скоро состоится форум «Театр по любви», а позже – фестиваль «Поклон». Планами с телеканалом поделился Кирилл Скобелин, соорганизатор. Он, кстати, сыграл профессора Преображенского из «Булгаковского собачьего сердца». С ним был и Шариков в разных его амплуа. Как человек – хипстер, как собака – пудель. Съемка проходила в ветеринарной клинике. Не зря большинство произведений русской классики, которые представлены сегодня на фотовыставке, они до сих пор даются в школьной программе, их изучают, потому что это классика, которая на века, это литература, которая на века. И, наверное, каким-то образом дать небольшой толчок, обновить, сделать более популярной, интересной эту историю для молодежи. Мне кажется, наш фотопроект способен и у нас это получилось. Выставка проходит в Художественном музее региона до 26 ноября. Она бесплатная. Ждут зрителей старше 16 лет. Анна Москаленко, Антон Еноткин. Новости. К этому часу пока все. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok